МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты и областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Современные проблемы экологии обсудили на отраслевой сессии экология лес в Нижнем Новгороде. Шестая отраслевая сессия, посвященная социальной политике, прошла вкупно. Подробности далее. Уровень углекислого газа в учебных аудиториях в разы превышает норматива. В этой атмосфере дети находятся много часов. Об этом говорят данные свежего исследования в российских школах. С этим надо что-то делать, поэтому мы инструментально оцениваем проблематику, готовы предлагать решения, то есть внедрять технологии, которые позволят чистить этот воздух, создавать некие островки безопасности в воздушной среде, хотя бы на уровне класса, учебной аудитории. В детском саду, в школе. Современные проблемы не только экоповестки, но и кадровый потенциал в лесном хозяйстве обсудили на отраслевой сессии экология лес. За пять лет, с тех пор, когда была принята стратегия, мир изменился достаточно серьезно. Поэтому доработать стратегию, предложить вот эти точки роста, это то, какую задачу перед нами поставил Глеб Сергеевич Никитин. Одна из точек роста за столом экспертов рождается сразу же. Касается она лесного хозяйства. Название нашего стола – это кадровый потенциал лесной отрасли региона, вопросы обучения, мотивации и трудоустройства. Нужно обеспечить популяризацию нашей профессии, работе колесного хозяйства, то есть вывести ее на очень высокий медийный уровень. И второе, очень важное направление – это создать экономические стимулы для того, чтобы люди у нас оставались в нашей сельской местности, в наших муниципальных образованиях и не уезжали в город. Сразу три стола экспертов были погружены в экологическую проблематику. Несмотря на то, что Нижегородская область первая по количеству пунктов приема вторсырья, у нас есть эко-мобиль и организована работа фондоматов. Утилизация батареек вызывает вопросы. Необходимо правильно организовать сбор батареек у населения, использовать те же сети, как пункты, которые у нас есть и уже потом передавать федеральному экологическому оператору. Нижегородская область занимает второе место по количеству ликвидируемых свалок в черте городов. Это и Шуваловская свалка в Нижнем, Белое море и Гумного. В общей сложности 131 гектар объектов накопленного ущерба. Сейчас современные перерабатывающие полигоны ставят новые задачи. Мы хотели бы пойти дальше и преобразовывать этот свалочный газ в электрическую энергию. Такие попытки уже были в Российской Федерации, но состоявшихся и реализованных проектов нет. Мы бы хотели бы пытаться быть первыми. Абсолютно все эксперты единогласно поддержали инициативу двигаться в сторону экопросвещения Нижегородского общества. Коллеги продемонстрировали, с одной стороны, глубокое понимание тех вопросов, которые охватываются по виску устойчивого развития. Самое главное – продемонстрировали свое желание предлагать, обсуждать, дорабатывать идеи. Всегда видишь заинтересованность экспертов, лидеров отрасли в развитии региона. То есть люди не просто предлагают какие-то идеи, они сами готовы реализовывать эти идеи. За последние пять лет, как отмечают эксперты, наш регион стал одним из лидеров в зеленом рейтинге. В этом году мы третьи в стране, но вызовов еще достаточно, а значит впереди у экспертов еще много плодотворной работы. Служба информации Юлия Короткова. Эксперты в области социальной сферы собрались на шестую по счету отраслевую сессию по социальной политике. Специалисты делились идеями, как нужно актуализировать написанную пять лет назад стратегию развития. После стратегической сессии, посвященной социальной политике пять лет назад в Нижнем Новгороде, появился молодежный центр «Высота». Теперь эксперты настаивают на создании межпоколенческого дворца культуры. Ни одной такой площадки большой концертного зала, где бы собралось две тысячи, три тысячи человек, и чтобы пенсионеры там тоже могли выступить. Но нет у нас такого в Нижнем Новгороде. Большие пожелания. Я думаю, для вас любую площадку дадут хоть завтра, на любое количество. Говорите только, когда. По проблемам, которые касаются людей старшего поколения, был организован отдельный стол экспертов. Среди предложений – новые инструменты для вовлечения людей 60 плюс в здоровый образ жизни, а еще обязательно информирование. Мы сейчас все привыкли, что у нас все в компьютере, все у нас в телефоне. Люди старшего возраста, для них это не совсем, не всегда комфортно, поэтому необходимо все-таки и печатать газеты, и делать объявления по радио, по телевидению. Может, нам кажется, что это немножко устарело, но для людей, для пенсионеров, которых в городе, в общем-то, достаточно много, это важно. Одна из проблем, которые обсуждали пять лет назад, трудоустройство теперь даже не стоит перед экспертами. Нижегородская область поднялась сразу на несколько пунктов в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам прошлого года. Одной из приоритетных задач, поставленных президентом, это является снижение уровня бедности. С 2018 по 2020 год объем социальной поддержки составил 132 миллиарда. Ежегодно социальные выплаты получают 977 тысяч человек. Социальные контракты оказались крайне эффективным инструментом в борьбе с бедностью. Здесь наш регион также лидер в стране. Благодаря региональной поддержке и активности жителей, Нижегородская область в прошлом году заняла второе место среди регионов Привожского федерального округа с наименьшим уровнем бедности. У нас бюджет Нижегородской области социально ориентирован, как и бюджет страны. Если взять просто одно министерство социальной политики, это практически 50 миллиардов рублей по году. Но мы понимаем, что это огромные средства. Львиная часть, конечно же, это все социальные выплаты, это социальное обслуживание, это содержание наших учреждений, которых 238. Это каждая копейка, которая уходит именно на помощь человеку, который в ней нуждается. Как важны социальная поддержка и крепкое плечо власти показали и эпидемии ковида, и специальная военная операция. По аналогии с соцконтрактом, в нашем регионе начали работать социальные военные контракты. В 2022 году из бюджета было выделено более 2 миллиардов 200 миллионов рублей на поддержку нижегородских мобилизованных и их семей. 30 мая этого года мы открыли на Славянской 8 фонд защитники отечества как единое окно по поддержке семей, участников СВО, самих ветеранов боевых действий и мини-офисы фактически во всех районах Нижегородской области этого фонда. Особое внимание экспертов было уделено проблемам сиротства и семейного неблагополучия. В качестве лекарства создание единой системы межведомственного взаимодействия. Очень много индивидуальных каких-то особенностей, которые требуют очень нестандартного подхода, индивидуального подхода. И вот помощь в разрешении этих ситуаций со стороны ресурсного центра должна быть. С 2018 года снизилось количество детей-сирот на 13%. Больше 2,5 тысяч таких юных нижегородцев получили жилье. С трудными подростками активно работают хулиганы-доми, а для детей с расстройством аутистического спектра созданы профильные центры, а для взрослых организован инклюзивный форум «Территория ритма». Чтобы делиться опытом и готовить кадры для социальной сферы, эксперты предложили создать единый ресурсный центр. Впечатлили инициативу по созданию мультицентров для подготовки кадров в социальной сфере. Действительно серьезные предложения, очень интересные. Сразу несколько столов его поддержали. Я думаю, это будет одна из основ для включения в последующем стратегию развития Нижегородской области. Все предложения с этой стратсессии теперь будут оформлены и представлены экспертному совету, а затем и к губернатору Глебу Никитину. Именно глава региона был инициатором актуализации важнейшего документа регионального правительства. Обновленную версию стратегии будут обсуждать в конце лета. Служба информации Юрий Чухин, Татьяна Неделя. В Нижегородской области будут сформированы именные подразделения добровольцев для участия в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Глеб Никитин в своем телеграм-канале. По словам губернатора, для службы в этих подразделениях будут отбираться наиболее подготовленные бойцы. Далее цитирую. «Именные подразделения должны стать примером отважности и героизма Нижегородской области». Конец цитаты. В Нижегородской области в самом начале СВОБЛ сформирован танковый батальон «Минин». Теперь, очевидно, появятся новые именные подразделения. Все добровольцы, которые будут приняты на службу с сегодняшнего дня, получат единовременную выплату 200 тысяч рублей. Уточнить всю информацию можно по телефону 8 800 10 17 017 и на сайте служу в ННРФ. Нижегородское метро забывает про жетоны. С сегодняшнего дня началось тестирование нового способа оплаты за проезд. Теперь совершить разовую поездку можно при помощи бумажного кассового чека с QR-кодом. Это альтернатива металлическим жетонам, которые теперь можно купить только в автоматах на станциях. Сегодня мы с вами презентуем новый вид оплаты проезда по QR-коду. Мы с вами видим о том, что пока не все турникеты. Работают они только в тестовом режиме. Поэтому у меня просьба к нашим пассажирам, которые будут этим пользоваться, прислать свои замечания по работе. Мы их обязательно будем отрабатывать, исключать ошибки. Еще раз повторюсь, это тестовый режим. Все виды оплаты, которые существовали ранее, они на метрополитене сохраняются. Редактор субтитров А.Семкин